В 2005 году в штате Калифорния зародилось движение Мейкерспейс. Оно направлено на открытие специальных лабораторий для детей, в которых школьники могут обучаться творя. Проще говоря, это место пересечения науки, техники, технологии, искусства и математики. Сегодня такая лаборатория открылась в Пешкеке. Лаборатория Мейкерспейс – это мастерская для практических занятий, где юные изобретатели могут собираться для обмена знаниями, проводить научные эксперименты, воплощать свои мечты и получать новые навыки. Лаборатория у нас большая, здесь несколько зон, где дети могут заниматься. Вообще, в целом, цель нашей лаборатории – это собирать здесь всю креативную молодежь, всех талантливых детей, чтобы у них было место, куда прийти и творить. Отметим, лаборатория Мейкерспейс была открыта при финансовой поддержке посольства США в Кыргызстане. Это так хорошее сотрудничество. У нас таких сотрудничеств мало по всему миру. Это уникальный проект для нас. И я очень рад видеть так красивое, удобное это место для молодых. И мы хотим, чтобы больше и больше молодых людей могут использовать это место. К слову, это не единственный проект в сфере образования, который реализуется в Кыргызстане при поддержке США. Например, за последние три года специально для нашей страны на кыргызский язык было переведено 50 наименований американских книг, тиражом в 124 тысячи экземпляров. По всей стране открыты американские уголки. Один из них располагается в Бишкеке, в библиотеке имени Баялинова. У нас и днем в днем, и разговорные клубы, и всякие разные творческие мастерские проходят. Это дискуссионные клубы, это лекционные залы, это музыкальные какие-то встречи. Это вообще территория такая, которая очень нравится нашей молодежи. И с появлением Центра Америка Барбару, ну почти что на 50% у нас увеличилось количество читателей. Лаборатория будет работать без выходных, и посещать ее можно бесплатно. Екатерина Токамбаева, Джентай Макенов, Пирамида.